И все, и ты обкручиваешь, и все, она почти... Что? Ой, всем привет! Ой, привет! С нами наши друзья Соня и Илья! Хе-хе! Кстати, они не разъебали в метро! Вообще-то да! Ой, посмотрите, поезд в метро! Что? Пойдемте в него, а! Пойдем? Да! Побежали, побежали! Хе-хе! Ура! Занимайте места! Ура! Поехали! Если заходите встать, держитесь за поручни! Хорошо! Нолик, а ты знаешь, что поезд набирает скорость 80 км в час? Ой, конечно! Конечно, Симка, я буду машинист, а ты помощник машиниста! Вот это да! Ну, хорошо! А я проверю, какой ты у нас машинист! И, кстати, здесь только кнопочек! Ты точно уверен, что знаешь, что означает каждая? Конечно! Конечно! Итак, закрыть двери! Есть! Закрыть двери! Убираем тормоз! Двери закрываются! Следующая станция! Ух! Поехали! Поехали! Ага! Набираем скорость! Вот здесь показано, куда мы едем! Так! Вот это мы едем! Точно! Вот, вот здесь мы, да! Мы вот здесь! Молодец! Видишь, нужно сейчас сбавлять скорость! Начинаем сбавлять скорость! Постепенно начинаем сбавлять скорость! Давай-давай! Нет! Я не ожидала! Откуда ты все это знаешь? Фары ярче-ярче! Фары! Так! Вот здесь сбавляем скорость! Смотри, сбавляем, сбавляем, сбавляем! Так! Сейчас будет поворот! Да-да-да! Интересно! А какая сейчас будет станция? А вот здесь написано! Так-так-так-так! Набираем, набираем теперь скорость! Смотри, мы теперь по прямой мы должны набрать скорость! Вот от этого участка ее можно! Так! Свет ярче! Свет ярче! Так! Помощник машиниста! Свет ярче! Так! Вот видишь, горит зеленый! Теперь можем приезжать! Так! Давай! Отлично! Ох! Кажется, на горизонте наша станция! Так! Вот видишь! Вот! Вот! Это уже платформа! Наконец-то! Так! Так! Взбавляем! Скоро избавляем! Скоро избавляем! Скоро избавляем! Так! Аккуратненько! Так! Аккуратненько! Так! Это уже наша! Это наша станция! А? Ух ты! Нолик! Давай пять! Эй! Хе-хе-хе! Здорово! А-а-а-а-а! Ну что? Вам понравилось? А! Ну что? Ну Олик, ты такой молодец! Сам справился! Ага! Сам! Ну, без помощи Синки я бы не справился! Хе-хе-хе! Ну что? Ты бишь! Всем привет! Мы отправляемся на экскурсию в банк! И я буду экскурсовать! Ой, банк, это же так скучно! Там всякие монетки, какие-то купюры! Может быть, поиграем во что-нибудь, а? Нет, Нолик! Итак, экскурсия начинается прямо сейчас! Добро пожаловать! Забегай! Итак, добро пожаловать на экскурсию в банк! Надеюсь, вы знаете, что хранят в банке? Деньги! Правильно, верно! Деньги – это билет банка! На деньги можно купить что-нибудь в магазине! Итак, чему же можно научиться в банке? В банке можно научиться отличать настоящие от фальшивых купюр! Далее! Это счетная машинка! Здесь можно пересчитывать деньги! А еще выдавать деньги гражданам! Симка, а как правильно вычислить, где фальшивая купюра, а где настоящая? Очень просто! Вот, это настоящая купюра! Вот, смотри! Видишь? Видишь? Все видно! А мы тоже нарисовали купюру! А вот и пример! Так! Смотрите внимательно! Ух ты! Пожалуйста! Пусто! Ничего! Это не настоящие деньги! Симка, а как правильно работать со счетной машинкой? Очень легко! Смотри! Итак! Она очень быстро пересчитывает деньги! 14 купюр! Ух ты! Симка, а тогда как правильно нужно выдавать деньги гражданам? Для этого ты должен устроиться работать кассиром! Кстати, а вон твое рабочее место! Мое? Да! Побежали! Ух ты! Я кассир! А что делает кассир? Кассир выдает зарплату по квитанции! А, это ваша квитанция! Вчера я работала доктором! Вот моя квитанция! Так! Вам я должен 50 профи! Пожалуйста! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте! Вчера я работал строителем! Угу! Вам я должен... О! 100 профи! Так! Получите! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте! А я работала в салоне красоты! Вот! Так! Вам я должен 20 профи! Получите! Спасибо! Ну, Олит! А ты ничего не забыл? Чего? Чего я забыл? Выдать себе зарплату! О! Точно! Я же сам был кассиром! Так! Моя квитанция! Я себе должен выдать 50 профи! Так! Ну что! А теперь... Замороженым! Да! Нолик! Вперед! Вперед! Побежали! Так! Еще 20! Ну что, Нолик! Тебе понравилась моя экскурсия и работа кассиром в банке? Конечно! А давайте сюда вернемся завтра! Оказывается, работать кассиром это совсем не скучно! Даже очень! Очень интересно! Та-дам! Всем привет! Так! А где же наша симка? Она сегодня очень занята! И чем же она таким занята? Она сегодня радиоведущая! А я думал, что радио сама по себе говорит! Я думал, что радио это говорящий робот! Ну, Нолик! Мы тебе покажем, как работает радио! Побежали к симке! Пусть! Дорогие радиослушатели! Сегодня у нас прекрасная погода! А сейчас... Симка, привет! Шшш! Возьмите наушники и вот микрофоны! У меня прямой эфир! Извините за технические неполадки! А сейчас мы возьмем интервью у наших гостей! И спросим, почему им так нравится радио? Итак... Нам нравится радио, потому что его ведет самая лучшая ведущая симка! Так, спасибо! Ну, а вам? А еще по радио можно услышать новости и много полезной информации! Угу, так... Я тут впервые и не ожидал, что в студии мне записывают радиопрограммы! Столько всего интересного! Отличный ответ! Так, так, тише-тише! Нам звонок в студию! Алло, алло, мы вас слышим! Алло, Симка, здравствуйте! У меня к вам такой вопрос и к вашим гостям! Скажите, а какая музыка нравится вам? Ммм, какая музыка нравится мне? Мне нравится разная музыка, а вот нашим гостям интересный вопрос! Так... Я люблю... Я люблю много песенок, но в основном веселые! Угу, так, а вы? Мне нравится модная музыка! Спасибо за ваш звонок! Спасибо нашим гостям за ответы! А сейчас... Музыка! Не переключайтесь! Ой, вы такие молодцы, что пришли! А то у меня был такой скучный эфир про погоду! Фух! Симка, представляешь? Ну, Олив, думал, да что радио – это говорящий робот! Ну, да, думал! Ну, теперь я знаю, как это работает! Симка, а как мне стать ведущим? Главным инструментом в работе радиоведущего является хорошая дикция и правильно поставленный голос! А еще нужно уметь выговаривать скороговорки! Скоро-вы-ро-го-ро-ро-ро... А зачем они? Для хорошей дикции! Например, на дворе трава... На траве дрова... На дрове трава... На варде трава... На дрове трава... На... Олив, повторяй за нами! Так... На траве... На траве трава... На... На дворе трава... Так... На траве... Дрова... На траве... Дрова... А! На дворе трава... На траве... Дрова! О! Молодец! Нолик! Завтра вместо меня радиоведущим будешь ты! Ух ты! Та-ды! Всем привет! Сегодня нас ждет увлекательное приключение! Мы отправляемся на ферму! Подождите, на ферму? Это где овечки? Да! Это там, где коровы? Да! А мы что, будем доить корову? Нолик, как ты это догадался? Конечно! Ведь у коровы очень много молока, а молоко полезное! Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Я не хочу, я боюсь коров! Ой, Нолик, некогда разговаривать! Побежали! Вперед! На ферму! Хи-хи! Оп! Опа! О! Ух ты! Смотрите! Это же пес! Пастуха! Он помогает пастуху пасти овец! Хороший! А вот сразу видно, что он очень умный пес! Хи-хи! А вот овечка! 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 Ух ты! Добрая овечка! Пи-пи-пи-пи-пи! Пи-пи-пи! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! Ага! А вот и корова! Кстати, а что ты знаешь о коровах? Коровы – это огромное рогатое животное, которое нужно доить, потому что оно дает очень много молока. Правильно! Ну, знаешь, корова не такая уж и огромная, и рога не такие у нее страшные. И то, что она дает много молока – это правда. Симка, а как нам получить молоко? Легко! Повторяйте за мной! Здравствуй, коровушка! Здравствуй, Зоренька! Тебя подарить, молочка получить! А коровы и не такие страшные, как мне показалось вначале. Конечно! А тем более, если к корове хорошо относиться, гладить ее, то молоко будет вкусное. Симка, Нолик! Вон, полное ведро молока! Ничего себе! Молодцы, ребята! Ну что, время обеда! Пора покормить наших животных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова « wives руку и яру!» Ну что, покормили? Пойдем пить молоко. Та-дам!